Доброе утро! Доброе утро всем! Я ведь как обычно готовлюсь к эфирам? Вот что-то в воздухе вибрирует, и как-то так я на это реагирую. Тут вот дочка говорит, что ей задали почитать поэму «12». Я думал давно, а не замахнуться ли нам? Да, вот 11 класс. Я сразу подумал, что вот интересно, каким образом нынешние 11-классники могут реагировать на поэму «Блока-12». Я вот помню свое впечатление, но ведь когда мы это все изучали, это был Советский Союз, это, конечно, был конец Советского Союза, но мы не знали тогда, что это был конец Советского Союза. И революция, это же был такой канон и главное событие в мировой истории, она совершенно не подвергалась никаким сомнениям. И, конечно, там могли говорить, что что-то сложно, но в целом это было такое, если угодно, священное насилие над злом, необходимая такая историческая такая вот спецоперация, если угодно, и так далее, и так далее. И вдруг поэма «Блока-12», она как-то вот, она как-то вплеталась в эту общую картину, хотя если почитать вот этих старших, то выяснится, что вообще перед нами, конечно, какая-то совершенно жуткая полотно. Это вот первое, что я хочу сказать. Второе, не случайно ты пошутила по поводу рэпа и завершившегося проекта, потому что мне представляется, что поэма «Блока-12», ну, это глупо говорить сейчас уже, там, хватит шутить по этому поводу, что это, это там, похоже на рэп. Я по-другому скажу, что рэп очень похож на самом деле, конечно, на поэму «Блока-12», и не случайно в ролике «Нойзэмси», значит, поэты, о которых он говорит, и которые там фигурируют и присутствуют, это все поэты начала века, так называемый там «Серебряный век» и так далее, и так далее, и так далее. Блок довольно, Блок уже, что называется, сразу умер, в 21-м году его уже не стало, но сама смелость невероятная, да, вот мы там обсуждаем, вот, например, там у рэперов там все довольно депрессивно, очень такая, такой странный речитатив, разговорная лексика, вот разговорная лексика. И вообще не всегда понятно, о чем они говорят и пишут. Но если посмотреть поэму «Блока-12», то это же тоже довольно странный текст. Я просто хочу начать читать, чтобы напомнить эти строки. Блок это начал писать в 18-м году, и обратите внимание, абсолютно ничего не было понятно, но он уже очень много увидел. «Черный вечер, белый снег, ветер-ветер, на ногах не стоит человек, ветер-ветер, на всем Божьем свете. Завевает ветер белый снежок, под снежком ледок, скользко-тяжко, всякий ходок скользит, ах, бедняжка! От здания к зданию протянут канат, на канате плакат, вся власть учредительному собранию». Это вообще, вот просто, вот эти несколько. Вначале нам говорится, что на ногах не стоит человек. Какой человек? Ну, любой человек не стоит. И дальше ветер-ветер на всем Божьем свете. Для человека, для школьника, который читал это вначале, ведь нам же объясняют, что никакого Бога нету, а здесь на всем Божьем свете. Ну, окей, там Блок, нам говорили, как бы не все понимает. Потом, понятно, что он все здесь понимает. На ногах не стоит человек, потому что что-то происходит совершенно невероятное. И дальше вдруг вся власть учредительному собранию. Это тоже очень интересно было для людей, которые вот это читали в советское время. Потому что учредительное собрание — это довольно маленький период времени, пока как раз как бы между февралем и октябрем. Ну, потому что у нас была февральская революция, там, так сказать, мы царя свергли, а потом октябрьская революция, когда вот, так сказать, о необходимости которой так много говорили большевики, сказал Владимир Ильич Ленин. А вот это время, вот эта власть учредительного собрания, оно как-то так было не очень важно. А это, кстати, как раз и была, если угодно, фактическая российская демократия на самом-то деле. Потом, собственно, она была слета, если угодно, и учредительным собранием, и временным правительством. Но, собственно говоря, большевиками была прекращена. Старушка убивается, плачет, никак не поймет, что значит. На что такой плакат? Такой огромный лоскут! Сколько бы вышло портянок для ребят, а всякий раздет, разут! Вот слово «лоскут» здесь, по-моему, совершенно невероятное. Потому что вся эта поэма «12» — это вообще такие какие-то лоскутки, из которых блок шьет историческое одеяло. Потому что, если взять содержание поэмы, вот именно само содержание, во-первых, его там нету, а это одно из величайших вообще произведений. Мне кажется, «12» — это какой-то финал уже всех его предыдущих произведений. Да, конечно. Это как раз лоскут этого одеяла, такой вот последний, который завершает полотно. Да, но он был очень разным. Если мы... Понимаете, чем блок интересен? Если мы откроем его перв... С чего он начинал? С чего он начинал? Вот эти все стихи о прекрасной даме и так далее. Это такой какой-то галимый символизм. И мне кажется, что не случайно блок известен именно этим, вот именно поэм «12». Даже не в том, что он там разогревался. Это вообще-то, конечно, был лексический... Это был огромный переворот. Старушка, как курица, кое-как переметнулась через угроб. Ой, матушка-заступница, ох, большевики загонят в гроб. Ветер хлесткий, не отстает и мороз. И буржуй на перекрестке в воротнику прятал нос. А это кто? Длинные волосы и говорит в полголоса. Предатели, погибла Россия. Должно быть писатель. Вития. А вон и долгополый сторонка из-за сугроб. Что нынче не веселый, товарищ поп? Вот это интересно, кто это все говорит? Кто? Чья точка зрения? То есть, с одной стороны, не стоит человек на всем божьем свете, потом идет сатира, как будто бы какие-то карикатуры в газетах. Буржуй. И писатель тоже безобразный. А, между прочим, блог сам писатель. И в каком-то смысле он тоже пишет о том, что погибла Россия. Что нынче не веселый, товарищ поп? Кстати, непонятно еще, почему не запретили поэму «12». Так, к слову. Ну ладно. Это мы сейчас... Аккуратнее, Леонид. Подсказывайте, чем вы это делаете. А то сейчас же быстренько руки дотянутся. Да. Хорошо. А там впереди Иисус Христос. У нас есть алиби. А, это оправдывает. Это оправдывает. Это несколько оправдывает. Тем более, это финал. Это финал. Так что это голос был, да. Помнишь, как бывало, брюхом шел вперед, и крестом сияло брюхо на народ? Вон бару не вкарякули, к другой подвернулось. Уж мы плакали, плакали, подскользнулось и бац, растянулось. Ай-яй-яй, тяни, подымай. Вот смотрите. Вот то, что я сейчас читаю, это что, поэзия? Если бы чуть-чуть изменить вот этот, я бы так сказал, настроение, то это может быть какая-нибудь сказка Чуковского. Все куда-то падают, что-то происходит. Нет, я совершенно серьезно, понимаете? Вот как бы до какого-то детского стишка. Ветер веселый, зол и рад, крутит подолы прохожих, косит, рвет, мнет и носит большой плакат. Вся власть учредительному собранию. И слова доносят. Вот, внимание, какие слова доносят вот из этого снега. И у нас было собрание вот в этом здании. Обсудили, постановили. На время 10, на ночь 25. И меньше ни с кого не брать. Пойдем спать. Это поразительно совершенно. Вот когда советский школьник это читал, никаких комментариев не было, что это проститутки. Что на время 10, на ночь 25. Обсудили, постановили. Что происходит в этой поэме? Обсудили, постановили. Это уже такие слова. Или они бюрократические, или они такие вот революционно-большевистские. Обсудили, постановили. Резолюция, коммунике. Ты все употребляй. Их понятно, к какому классу ты относишься. Ты относишься. Как бы. А с другой стороны, здесь это все профанируется, потому что это девушки с пониженной социальной ответственностью тут говорят это. И фактически они девальвируют все слова и всю эту идею. Поздний вечер пустеет улица. Один бродяга сутулится. Да свищет ветер. Эй, бедняга, подходи. Поцелуемся. Хлеба. Что впереди? Проходи. Черное-черное небо. Злоба. Грустная злоба. Кипит в груди. Черная злоба. Святая злоба. И дальше. Товарищ, гляди в оба. Значит, вот это первая часть, которая описывает что? Она описывает, что все точно слетело с катушек. Главный герой здесь ветер. Возникают вот эти голоса, которым никакого специального сочувствия нету, потому что они все практически в таком сатирическом. И вообще я хочу сказать, что это довольно сложно читать. Ну, в смысле, это... Вот когда там Маяковский пишет в поэме «Хорошо», кругом тонула Россия Блока, незнакомки, дымки севера шли на дно, как там идут обломки и так далее, в общем, он не учитывал вот это. Маяковскому было важно написать, что это новый мир, а этот новый мир Блока не очень вписывался в тот новый мир, который описывал Маяковский. Потому что в поэме «Хорошо» Маяковский встречает Блока, прям в самой поэме. И там Блок говорит, а у меня сожгли библиотеку в усадьбе. Ну, и там есть некоторое сочувствие вот этого главного героя, который принимает всю революцию, что вот, ну, как бы это не очень, что сожгли библиотеку, ну, как бы так, это не ок. Вот, но, по сути, вот это кругом тонула Россия Блока, а непонятно, какая Россия Блока, если человек мог написать такое. И вот это «товарищ, гляди в оба». И вот дальше что делает Блок? Получается, что единственный способ всю эту разруху или разноголосицу, или вот весь этот ужас как-то перебороть. Нужен такой вот какой-то, как там у Гребенщикова сказано «небесный ОМОН» по другому поводу. Хотя я думаю, что, в принципе, почти по этому же. Гуляет ветер, порхает снег, идут 12 человек. Винтовок, черные ремни, кругом огни, огни, огни. В зубах цигарка, примят картуз, на спину надо бубновый туз. Вот это интересно. Вот эти идут 12 человек, возникает вот этот ритм. А бубновый туз, это вообще, значит, они просто бандиты. Это такая шпана. Но они, собственно говоря, являются, как нынче модно сейчас говорить, акторами исторического процесса. Они являются героями. Мы очень любим все, в том числе из-за прекрасного фильма «Бартко» «Повесть Булгакова. Собачье сердце». И там есть профессор Преображенский, которому, конечно, есть некоторые претензии, но понятно, на чьей стороне автор. И там есть Шариков. Мы душили, душили и так далее. И мы все помним. И ясно совершенно, что Булгаков описывает исторический процесс примерно следующим образом. Вот тут вышли всякие вот люмпины, которые от животных не очень далеко. Они даже не вышли там. Они повылезали, откуда только можно. Они повылезали. Примерно такой посадок. Да, они повылезали. Или, скажет Булгаков, Преображенский тоже в каком-то смысле виноват. Нечего было такие эксперименты ставить. Вот, потому что жанна фамилия Преображенский, да, как бы преображение, что имел в виду Господь, как бы в Евангелии преображение, и что здесь преображается, и как. Там есть тоже эта же идея. Но, тем не менее, в собачьем сердце понятно, что вот эти люди, полулюди, они точно ничего руководить не могут. Ими надо руководить. Их надо прооперировать, если надо кастрировать. Их надо, понимаете? А здесь все по-другому. Здесь они руководят. И я хочу сказать, что... Я не знаю, кто там оказался прав. Я не настолько... Я не возьму на себя смелость такие делать выводы. Но я хочу сказать, что эта картинка страшнее. Свобода, свобода, эх, эх, без креста. Тра-та-та. Холодно, товарищи, холодно. А Ванька с Катькой в кабаке. У ей киренки есть в чулке. Ванюшка сам теперь богат. Был Ванька наш, а стал солдат. Ну, Васька. Ванька, сукин сын, буржуй. Мою попробуй поцелуй. Свобода, свобода, эх, эх, без креста. Катька с Ванькой занята. Чем-чем занята? Тра-та-та. Вот я хочу сказать, что, кроме всего прочего, это огромный вообще шаг в поэзии, когда не только такие слова, но и звукоподражание, междометие у Блока. Иногда мне вообще кажется, что все, чего он как бы стеснялся, или это действительно развитие творчества, ну, потому что это, ну, это правда, это очень смело, вот это вот эти бесконечные видны. То есть перед нами фактически симфония. Перед нами не поэма, но там славиный сад, ну, вообще, ну, как бы, там много чего можно почитать у Блока, но это все очень стройно. Это все очень стройно. А здесь такая разноголосица, и как будто бы Блок стреляет из очень разных орудий одновременно. Кругом огни, 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 а плеч ружейные ремни. Революционно держите шаг, неугомонно не дремлет враг. Товарищ, винтовку держи, не трусь, пальнем-ка пулей в святую Русь, в кандовую, избиную, в толстозадую. Эх, эх, без креста. Опять возникает вопрос, кто это говорит? Чья точка зрения? Потому что у нас здесь нет никого. У нас здесь нет, ну, как вот, в поэмах бывает вступление. В поэмах иногда бывает герой, в поэмах иногда, ну, как бы, понятно, понятно, что вас охраняет кто-то. Потому что когда читаешь, думаешь, так, ну, все хорошо, ну, а где тот, кто все это описывает? А это же там поэма. Такое ощущение, что Блок просто поднимается на каком-то таком эпическом дроне над землей, просто все вот это подслушивает и все это берет. У него нету никаких выводов. Мне кажется, что невероятная сила этой поэмы заключается в том, что это как будто бы документ эпохи. Он говорит, вот, вы знаете, вот что вы можете сказать по этому поводу? Вот по этому поводу я могу сказать вот это. Здесь нету правых, здесь нет виноватов, здесь нет врагов, здесь нет друзей. Вот это то, что я услышал и увидел. Вы хотите, чтобы я встал на чью-то сторону? А Блок, как известно, принял революцию. И с ним перестали здороваться, как известно. Ну, это как раз произошло вот после поэмы «12». Конечно. Но только смотри, это был мой вопрос к тебе. Вот мы сейчас не дошли еще даже до середины, да? Но уже как-то этот текст не назовешь большевистским гимном. Вот. Тем не менее, в момент, когда выходит поэма «12», от него отворачиваются практически все, он остается в изоляции. Сейчас мы трактуем так, а тогда этого было незаметно, ну, поскольку прошло большое количество времени. Нет, но там же было, слушайте, музыку революции. От него отвернулись никто. Ну, тем не менее, ну, ты посмотри, все, что показано, вот даже сейчас, то, что мы прочитали, не является чем-то, знаешь, таким, как будто Блок сидел и хотел сказать «Ура! Революция!» Как стало здорово! Вокруг прекрасно! Скажем так, значит, ну, тут очень, тут два вопроса. От него отвернулись, потому что он изложигал свою точку зрения не только в поэме «12», и в каком-то смысле, как пишут умные люди, он был действительно заворожен вот этой такой революционной романтикой вот об изменении мира. Понимаете, вот мне представляется, что это и есть самый главный вопрос исторический в России по поводу, ну, вот, по поводу вот этих событий. Сейчас очень сложно снять наслоение просто огромные исторические слои наших интерпретаций. А вот это был большевистский переворот, а нет, это главное событие мировой истории, а вот это тяга к справедливости. Вот в том-то и дело, что все это на наши нынешние тортовки уже влияет. Да, да, но если мы почитаем тех людей, которые тогда там присутствовали, совершенно очевидно, что революция в умах как раз людей творческих и интеллектуалов, и людей, которые думали о будущем России, по-разному думали. Но там проскальзывает эта мысль, что в каком-то смысле старый мир уже все, вот уже все это рухнуло, и мы жаждем обновления хоть какого-то, хоть какого-то. В каком-то смысле это видно в прозе Чехова. Ты читаешь рассказы из Чехова, а там нет никакой революции. Там просто вот мещане перекладывают как бы свои грехи из одной коробочки в другой. Думаешь, это вообще когда-нибудь кончится, но вот это кончилось. Или смотришь, или читаешь прозу Платонова, которая, конечно, соприродна, 12, когда сплошной ужас, ветер, снег, голод, а люди про будущее. Вот про будущее какое-то, вот сейчас, понимаете? Или читаешь там философию общего дела Федорова, когда он говорит, давайте воскресим всех на самом деле. Ну это я сейчас так накидываю, знаете, такими мазками. Но это было, я просто хочу сказать, что когда у вас есть ощущение краха, до ощущения обновления всегда рукой подать. И наоборот, вот это мы наш, мы новый, кто был ничем и кто станет всем, это ужасно притягательная вещь. Я сейчас не говорю на чьей стороне, так сказать, ну вот как бы, понимаете? Вот я просто думаю, что психологически это было очень понятно, заразиться этим. Вот что я хочу сказать. Нужно иметь было очень большую стойкость, чтобы сказать этому нет. Вот, собственно говоря, вы меня, конечно, простите, но что испытывает Юрий Живага, находясь в восемнадцатом году в Петербурге, ощущая, ему тоже кажется примерно то же самое, тот же ветер и так далее. Понимаете? Нам сейчас говорят, ну вот это... Я не большевиков оправдываю. Я пытаюсь понять людей, которые как бы... Как это там было в этой песне «Ветер перемен»? «Wind of Changes»? Вот все чувствовали ветер перемен. К чему он привел? Это следующий вопрос. Но, по-моему, у Блока это есть. Они не могли ему простить то, что он был заворожен этим. Еще раз всем доброе утро. В студии Анна Титова, Дарья Гордеева и Леонид Клейн. И говорим о поэме Блока 12. Да. Говорим о поэме Блока 12. Поразительно, что если пересказать сюжет поэмы, там есть одно событие. Там убивают некую Катьку, которая из такого низшего социального, значит, сословия. И она принадлежала то сначала одному бойцу или красноармейцу, или другому. Помнишь, Катя, офицер, и не ушел он от ножа? Али не вспомнила холера? Али память не свежа? Эх, эх, освежи, спать с собой положи. Гетры серые носила, шоколад меденен жрала. С юнкерьем гулять ходила, с солдатьем теперь пошла. Эх, эх, согреши, будет легче для души. И дальше... А Катька где? Мертва, мертва, простреленная голова. Что, Катька, рада? Не гугу. Лежит и падаль на снегу. Революционный держите шаг. Неугомонный не дремлет враг. Вот это совершенно потрясающе. Она с офицерами дружила, а теперь с солдатней. То есть в каком-то смысле можно метафорически сказать, что они убивают Русь. Это одна из интерпретаций. Которая принадлежала сначала одним, а потом другим. Или властвовали над ней сначала одни, а потом другие. И как добивается блок вот на самом деле вот этого невероятного мощного пафоса. Ведь сюжет очень низкий, но там есть вот эти слова согреши. Поп, без креста, Святую Русь. Все это сделано таким образом, что как будто бы карикатурно, но само нагнетание, концентрация всех этих слов, конечно, нас подготавливает к тому, что что-то будет. Что вообще все, что происходит, это так, это чрезвычайно, что это не просто частная история, а история очень общая. Хотя даже мы не понимаем, кто что, в каком-то смысле мы не понимаем, зачем вообще это читать. Идут какие-то люди, там что-то произошло. Мы не можем сочувствовать никакой Катьке. Мы не можем быть не сочувствовать никакому Ваньке. Ничего. Но у нас все время вот эта музыка, революция, которой был заворожен блок, и опять идут 12 за плечами, ружьица, и опять идут 12. Что говорится? Что не так важно, что человека убили? Да, конечно. Их ж тервет, тервет завел шарманку. Что ты, Петька, баба, что ли? А нужно держать революционный шаг, потому что есть дела по... Не такое нынче время. Именно, не такое нынче время. И дальше блок, он не только дает все вот эти слова, не только дает весь социальный слой, но он дает и жанры разные. Смотрите. Не слышно шуму городского над Дневской башней тишина. Это начало романца. И дальше. И больше нет городового. Гуляй, ребята, без вина. Стоит буржуй на перекрестке, воротник упрятал нос, а рядом жмется шерстью жесткой поджавший хвост паршивый пес. Вот он, собственно говоря, собачье сердце ваше. А что значит буржуй на перекрестке? Это же не просто перекресток. Понимаете, у Пастернака тоже перекрестка-поворот. И у Живага там полно этого всего. Это исторический перекресток. Вот этот буржуй. Стоит буржуй, как пес голодный, стоит безмолвный, как вопрос. И старый мир, как пес безродный, стоит за ним поджавший хвост. Старый мир уходит. Только важно, что идет дальше. И вместо... То есть поэма Блока это не сюжет, а это разные голоса, жанры, из чего складывается эпоха. Разыгралось, что это вьюга, ой, вьюга, ой, вьюга, не видать совсем друг друга за четыре за шага. Снег воронкой завелся, снег столбушкой поднялся. Эх, пурга, какая спася! Петька, эй, не завирайся! То есть это все голоса из вот этой вьюги. И что видится там? Что? И идут без имени святого все двенадцать вдаль. Ко всему готовы, ничего не жаль. Их винтовочки стальные ныне зримого врага. В переулочке глухие, где пылит одна пурга. Да в сугробы пуховые не утянешь сапога. Вот тебе бьется красный флаг, раздается мерный шаг. Вот проснется лютый враг. Вот это интересно. В этот момент уже нам их жалко. Потому что им тоже холодно. И вот эти винтовочки, это тоже совершенно уже не выглядит... Они уже тут не герои, они такие же жертвы. Вот эти винтовочки. Вперед, вперед, рабочий народ! И дальше блок как бы проговаривается. Вот что ему на самом деле не могли простить. Вдаль идут державным шагом. Вот это, конечно, круто сказано. Потому что, когда у вас другое нету власти, кто-то берет власть и сразу ее мифологизирует. В державном шагом. Я думаю, что... Сейчас я скажу такую самонадеянную вещь. Ну, в смысле... Мне кажется, что красные победили потому, и в том числе в гражданской войне, что они смогли мифологизировать историю. Потому что они смогли убедить себя прежде всего. А потом и огромное большинство России, что они здесь не бандиты с ножами, не люди, которые осуществляют рейдерский захват, а осуществляют, а строят державу... Основанную на исторической справедливости. Основанную на невероятно мощных ценностях. И поэтому насилие оправдано. Вот это державным шагом. Мы здесь вам не... Не анархию устроим, а если даже будет пожар, то он... Он легитимный, поскольку его творят люди, которые к чему-то приобщены. Кто еще там? Выходи! Это ветер с красным флагом разыгрался впереди. Впереди сугроб холодный. Кто в сугробе? Выходи! Только нищий пес голодный ковыляет позади. Отвяжись ты, щелудивый, я штыком пощекочу! Старый мир, как пес паршивый, провались по калачу! Они кого-то видят и они кого-то боятся. То ли у них уже спецоперация, то ли что-то их донимает. Кто там машет красным флагом? Проглядись-ка, это тьма. Кто там ходит беглым шагом, хранясь за все дома? Все равно тебя добуду, лучше сдайся мне живьем. Эй, товарищ, будет худо. Выходи, стрелять начнем. Трах-тах-тах! И только эхо. То есть они стреляют. Они идут по городу и за кем-то гонятся. И в кого-то стреляют. Так идут державным шагом. Позади голодный пес. Впереди с кровавым флагом. И за вьюгой невидим. И от пули невредим. Нежной поступью над вьюжной. С нежной россыпью жемчужным. В белом венчике изрос. Впереди Иисус Христос. По поводу финала возникают споры. Он их ведет. И тогда, конечно, это ужас. Или они на самом деле в него стреляют. А он просто невредим от пули. И мне все время казалось, сейчас кажется, что они, конечно, стреляют в Христа. Потому что выходи. Будет худо. Сейчас стрелять начнем. Это он там. Они не понимают. Ну и сюда же огромное количество в поэме отсылок к безбожию. Конечно. Именно. Именно. Конечно. Мне представляется, что вот эта историческая дистанция между Христом и ими, вот в этом ветре, здесь всегда люфт. И блок показывает, что ценности Христа, их это разные ценности. Они этого не видят. И что на самом деле мир рушится, но новый мир ничего не принесет. И в каком-то смысле, мне кажется, что у... Ну, там, как бы если переходить к каким-то другим совершенно трагическим и печальным новостям, у него же есть стихотворение, которое называется «Пушкинскому дому». Пушкинский дом уже во времена Блока, так сказать, был там научной институцией. Имя Пушкинского дома в Академии наук. Звук понятный и знакомый, не пустой для сердца звук. Вот тоже звук. И в конце, вот зачем, он говорит, «Пушкин, тайную свободу пели мы во след тебе, дай нам руку в непогоду, помоги в немой борьбе». Я вот вчера, читая последнее слово Егора Жукова, сразу вспомнил вот эту тайную свободу. Я когда это читал, и там, я думаю, господи, ну сколько можно? Ну уже все это не актуально. Уже у нас явная свобода. Какая тут тайная свобода? Вот. И чем заканчивается стихотворение? Вот зачем в часы заката, уходя в ночную тьму, с белой площади сената, тихо кланяюсь ему? Как стихотворение построено? Сенат — это власть, а он кланяется Пушкинскому дому. То есть тому, что не подвластно, вот как и в поэме 12, от пули невредим, так и здесь. Есть что-то, что важнее любой власти. И в этом смысле, конечно, блок сильнее, больше и мощнее любого исторического контекста, из которого он сам вышел. Леонид Клейн. Говорим о поэме 12. Эфир этот можно будет переслушать на сайте Серебряного дождя. И в последние пять минут этого эфира у нас есть еще подарок для наших слушателей. Так что не отключайтесь, расскажем буквально через несколько минут. Еще раз всем доброе утро. Программа «На час раньше» в студии Анны Титова, Дарьи Гордеевой. И сегодня четверг. Соответственно, этот час мы провели вместе с Леонидом Клейном. С ним мы говорим о литературе, о книгах. И, кстати, о книгах. Да. Радиостанция «Серебряный дождь» выпустила книгу с занимательными фактами из нашей рубрики. Кстати, несколько сотен околонаучных фактов из жизни, собранных слушателями Серебряного дождя. И сегодня у вас есть уникальная возможность эту книгу получить вместе с автографом Леонида Клейна. Что нужно сделать? Нужно будет сейчас ответить на небольшой вопрос. Это необычный факт. Из этой книги как раз нужно отгадать его окончание. Несколько вариантов. Вам зачитает и факты. Варианты сейчас Леонид Клейн. Плюс 7903-797-6333. Номер нашего СМС-портала и Ватсапа, куда надо писать правильный ответ. Первый, кто ответит правильно, напишет, если это СМС-портал, свой номер, телефоны и имя, получает книгу. Кстати, от «Серебряного дождя». Леня, давай. Итак, вопрос. В июле в США отмечают праздник в честь кулинарного блюда. Какого именно? Варианты ответов. Кукурузный крем-суп, хот-дог, гамбургер. Итак, друзья, несколько минут у вас на это есть для того, чтобы выиграть прекрасную книгу от «Серебряного дождя» плюс семь девятьсот три семь девять семь шесть три три три. Да, и обязательно подписывайтесь, если вы пишете на СМС-портал плюс семь девятьсот три семь девять семь шесть три три три. А я расскажу несколько слов о том, что ждет вас в ближайшие три часа в программе «Потапинка будет». Обсудим. ВАДА выяснила, кто внесет изменения в базу данных, вносил изменения в базу данных московской антидопинговой лаборатории. Также Дмитрий Потапенко и Дарья Гордеева поговорят о том, что такое закон о витрине, почему интернет-бизнес им недоволен, кто и как теперь будет транслировать общедоступные телеканалы, включая Первый, Россию, НТВ и другие, с чем придется работать всем, кто хочет показывать российский телеконтент в сети. И это касается в том числе онлайн-кинотеатра. Ну а в десять часов в студии «Серебряного дождя» Андрей Гаврилов и «Точка зрения» Андрея Юрьевича Гаврилова не пропускайте. Еще раз Леонид Клейн сейчас назовет собственно факт и варианты ответа, а правильный ответ уже есть на СМС-как. А, уже есть, да? Да. У нас все очень шустро. Все очень шустро. Между прочим, кстати, я хочу сказать, что я когда был только слушателем «Серебряного дождя», я всегда завороженно слушал вот эти «кстати». Я думаю, надо же, как остроумно. Итак, в июле в США отмечают праздник в честь кулинарного блюда. Какого именно? Кукурузный крем-суп, хот-дог или гамбургер? На самом деле, в июле в США отмечают праздник в честь хот-дога. Это правильный ответ, кстати. И первым правильно ответил Илья, чей номер заканчивается на 2460. Илья, вы получите от «Серебряного дождя» книгу «Кстати» с автографом Леонида Клейна. Который, кстати, не имеет никакого отношения к этой книге. Не имеет никакого отношения. Но автограф ему не жалко. Нет, не жалко. Имеет отношение к «Серебряному дождю» и не пожалеет для Ильи автографа. А вот эфир кончится, и, кстати, пойду хот-дог куплю. Неплохо. Можешь отметить несколько, кстати, праздников сразу. Я думаю, одним охотным. Вот в поэме «12» там собачке холодно было, а здесь хот-дог. Слушайте, кстати говоря, заканчивая разговор про поэму «Блока 12», наши слушатели пишут о том, что недавно перечитывал «Чапаев и пустота» Пелевина. И это калька с поэмы «12». Вот такие вот варианты. Ну и вот, например, сообщение от Натальи. Слушаю вас и понимаю, насколько великолепна поэма «12», страшна и великолепна. И как невероятно рано нас заставляли читать ее в школе, тогда кроме отторжения к «Блоку» она ничего не вызывала. Мне понадобилось достаточно много лет, чтобы заставить себя вернуться к его прекрасной поэзии, пишет нам Наталья. Ну, слава богу, что такие люди нас слушают. Спасибо. Леонид Клейн был в студии «Серебряного дождя». Я, Антитова, прощаюсь с вами до завтра. А я нет. А Леонид прощается до следующего четверга. Субтитры создавал DimaTorzok